Мой основной тезис, который впоследствии приведет вас и должен привести к монетизации, это глагол «мечтать». Я хочу объяснить, почему это важно. То есть, вот есть мечтать, это когда фантазировать, что-то придумывать, лежать, думать, а я вот хочу так, а я хочу вот так, да. А есть мечтать, это когда ты падшишь, но у тебя в голове, вот там на полочке, есть такая абсолютно четко визуализированная идея, чего ты хочешь добиться. Вот мне для того, чтобы визуализировать то, чего я хочу добиться, и как к этому прийти, и найти способ реализовать это, понадобилось 10 лет. То есть, у меня изначально была мысль, но она была до конца не сформированной. У меня была мысль такая, я вам расскажу все свои тайны, это жутко стыдно, и у меня потом будут мурашки бегать, потому что если кто-то напишет, я вас потом привью. Я честно найду и хлопаю, потому что, ну, стыдно. Значит, вот картинку, которую я показывал, когда вот парень свернулся в кресле, я очень долго скрывал, что занимаюсь шрифтами, и пока меня отец не вызвал на серьезный разговор, и не спросил, ты что, сынок, в секте? Почему в секте, я не знаю. Вот. У меня была мечта. Я хотел стать известным. Я вот себе сказал, чувак, твои шрифты будут на каждом углу. Вот я себе это сказал. Через 5 лет я был на каждом углу. Видите, вот до метро ходят, там висят постеры, да, там клуб космонавт. Там метро, вот здесь помидор какой-то есть, типография, чтобы там тоже мы шли, да. И, то есть, как бы, вот оно, да, мечты сбываются. Вообще, запомните, что мечты все сбываются. Просто мечтать нужно правильно. Если у вас есть какое-то семиминутное желание, то оно, конечно, не сбудется. А если вы чего-то искренне хотите, да, и делаете для этого все, что вы можете. То есть, грубо говоря, вот есть ролик на ютубе, там кролик, вот он так вот моргает и прыгает, спит. Вот если вы работаете так, что приходите, упахиваетесь и падаете, тогда все сбудется. И я вам хочу показать несколько наглядных слайдов. Они какие-то глупые, но они очень показательные. Что такое мечтать? Да. Вот. По-вашему, вот на этом слайде, где здесь мечтать? Да. Да. Третий слайд. Есть еще версии какие-то? Второй слайд. Нет, второй слайд не мечтать. А есть еще какие-то версии? Хорошо, я вам покажу. Показываю, можно? Значит, первый слайд – это воображать, это не мечтать. Вот такие мечты не сбываются. Это придумывать, да. Вот если вы вот так вот мечтаете, ничего не сбудется. Ну, второй слайд, понятно, что это думать. Думать о судьбах людей – это очень важно. Здесь ничего смешного нет, просто фотография смешная. На самом деле у нас правительство очень-очень-очень хорошее. И не надо с этим спорить. Значит, да. Ну и третье – это питать иллюзии, да. Это витать в облаках. Что значит витать в облаках? Нужно мечтать достаточно прикладным образом. У вас крылья не вырастут. Понимаете? Летать вы не научитесь. Но то, что вы хотите сделать, то, что возможно, да, все сбудется. Что здесь, на этих слайдах – мечтать. Первое еще какие есть. Ну, соответственно, последняя версия – это второе. На самом деле, вот это и есть мечтать. Мечтать – это построить огромный корабль, который улетит на Луну, да. Это та идея, которая изначально никому не может прийти в голову. И если этого никто до вас не делал, это не значит, что это нереализуемо. Я объясню, к чему это относится. Вот, как бы, в бизнесе существует очень много моделей. Ну, вот, монетизация каких-то вещей. Не важно, это творчество или творчество. Вот, поймите правильно, я не знаю, чем вы занимаетесь. И это не имеет никакого значения, да. И вот, наверняка, именно в вашей вот сфере, да, это веб-дизайн, иллюстрация, это может быть какая-то миорская. Это может быть какие-то авторские игрушки, да, там вот из меха там лепят девушки. Это может быть какая-то керамическая игрушка, свистулька. Я не знаю, еще какие версии есть. Кто-нибудь что-нибудь необычное скажет? Вот я потом в ступор впал и сказал, что это не подходит. Нет. Ну, вы поняли, да, что в принципе это не важно что. И если до вас этого никто не делал, то не знаю, что это невозможно. И вот это вот самое мечтать, оно сюда относится. Мечтать на самом деле это самое главное. Я вам дальше расскажу про деловые отношения и про как бы делового партнера моего, который, соответственно, заражается моими идеями мечтать. Он говорит, чувак, ты, конечно, тут что-то с ума сошел. Но это мне нравится, что-то возьми, это круто. Вот, вот, вот что важно. Важно поставить себе такую цель, которую вы рано или поздно достигнете. Если она недосягаемая, это не значит, что ее невозможно достигнуть. Мечтать — это учиться на своих ошибках. Очень красивая картинка, она очень страшная. Еще дальше будут страшные картинки, это специально, чтобы вы запомнили, потому что эмоционально запоминается лучше всего. Гонщик, который разбивается, он мечтает быть первым. Он мечтает, чтобы его машина была самой быстрой. Он ошибается, он рискует своей жизнью. Ну, вам не придется рисковать своей жизнью, не переживайте, это просто такая метафора. Он учится, он выживает, у него срастаются кости, он садится и едет дальше. Это и есть мечтать. Мечтать так, что ты ошибаешься, встаешь, идешь дальше. Это очень важно. Дальше будет отдельный слайд, посвященный ошибкам. Как правило, это статистика. Статистика, она как бы врет, но ей можно доверять. Что самое сложное при попытке сделать что-то свое, заработать денег, это споткнуться на первые ошибки и не продолжить дальше. Это самое сложное. И это я могу сказать на собственном опыте, потому что попыток предпринять что-то такое у меня было много. Но именно желание что-то все-таки довести до конца, оно двигает. Мечтать, вот видите, дедушку. Вот дедушка, ему тяжело, он бежит. Есть другая фотография, где дедушка уже не бежит. Но вот этот дедушка бежит. И пока этот дедушка бежит, он мечтает, у него есть цель, он к ней идет. Вот что важно. Я надеюсь, что вы поняли, что я вкладываю слово мечтать. Ну, это не такой важный момент. Я хочу, чтобы вы у себя внутри поставили меточку. Самое важное – мечтать. Все. Вот как бы я эту мысль донес. Субтитры создавал DimaTorzok